Доброго времени суток, мои любимые телезрители! Недавно, совсем неожиданно и без предупреждения, а вот 25 тысяч подписчиков. Я вас всех поздравляю, ведь нас уже четверть, сотеньки. И хочу от всего сердца всех поблагодарить за вашу поддержку и вашу активность на данном канале. Теперь к теме ролика. Как вы помните в видео про Айсберг Амнезия, я обещал разобрать такого персонажа, как отец Лэмми. Специально для вас я покадрово посмотрел серию номер 3 Амнезии, чтобы хоть что-то понять об этом персонаже. А какие выводы я сделал, вы узнаете буквально через минуту. Если вы готовы, то возьмите что-нибудь пожевать для совмещения приятного с полезным, а мы начинаем. Поехали! Давайте начнем с простого. И это огурец. Нет, не соленый, а персонаж из оригинального Happy Tree Friends. Его описание. Воображаемый друг Лэмми, живой, как она думает. Огурец с усиками и в старинной шляпе. Мистер Гурец, пока никто не видит, убивает других персонажей, а Лэмми бросается их спасать. Но огурец убегает от нее и все думают, что убийца это Лэмми. То в принципе так и есть, просто зрителям дается несколько запутанная трактовка ситуации. Главный момент тут это воображаемый. Как мы говорили уже ранее, то у Лэмми расстройство личности, то есть шизофрения. Скорее всего из-за трещинок в черепе. Хорошо то, что автор Амнезея сделал огурец настоящим. И мы это уже поняли. Далее дизайн. И он кстати отличается. Самое очевидное это монокль. Если кто не знает, то это предмет наподобие очков. Очень давным-давно люди такое носили. И самое что интересно, так это то, что есть на нем какие-то дырочки с подтеками. Смею предположить, что это попадание от пули. Значит есть такой вариант, что огурчик защитил у Лэмми от попаданий и ранений. Вооот, уже попахивает идиотизмом, да? Далее по серии. То, что нам показывают его в шляпе, то не показывают его в шляпе. Значит есть два состояния. Первое, то что видит зритель. Второе, то что видит персонажи. И получается, что для персонажа это огурец, а для нас это живой персонаж. Хуже, да? Угу. Переходим к самому отцу Лэмми. И тут у меня в голове возникла гениальная мысль. Если это ее отец, и он такого большого роста, то все персонажи Happy 3 Friends Amnesia как бы подростки. И вся эта бойня происходит без участия взрослых? Это якобы игры у них такие? Ладно, поехали дальше. Как нарисован персонаж. И тут мы поиграем в игру Найди действие отличий. У персонажа во вспоминаниях о Лэмми есть монокль, золотые кастеты или часы на руках и короткие и порванные рукава на пиджаке. Почему такие различия? И вообще этот персонаж выглядит неуместно. И почему он является духом настолько сильным? Насчет духов, кстати. Которые взаимодействуют с реальностью, я вообще промолчу. Далее переходим к подаренному огурцу. Тут он выглядит обычным мариновым огурчиком. Кроме интересного знака на банке. Если кто не знал, то это знак бесконечности. То есть Лэмми подарили огурец бесконечности? Ну ладно, шутка. И в это же время этот персонаж сам кушает огурец. Короче, с первыми данными мы разобрались. Теперь я расскажу пару теорий. Первое. Это не отец Лэмми, а его ойо дедушка. Почему я так решил? Да потому что он одет очень старомодно. Это раз. Во-вторых, он почему-то не живой. И он был то ли бандитом, то ли магом и передал реликвию в виде огурца своей внучке. И эта реликвия содержит частичку души дедушки и оберегает героиню от опасностей. Второе. Это все-таки отец Лэмми. И он опять же был бандитом и очень любил огурцы. А когда он умер, то встелился в огурец, чтобы защищать свою дочь. Третье. Это все больное воображение героини и никакого отца нет. Этот персонаж у нее в голове, а огурец она нашла. И он был магическим, как раз в нем сидел какой-то злой дух, который ее оберегал. И последнее, и самое вероятное. Автору надо было растянуть этот бой. Смотрите, сначала он рисовал сам бой. А как вы знаете, Родригес рисует клипы под музыку. И тут получилось так, что хронометража не хватает. И он вписал нового персонажа с непонятной историей, с непонятными способностями и с остальной магией и призраками. Это можно опять же понять, когда мы видим одного и того же персонажа, но нарисованы они с разными деталями. Так что мой вердикт прост. Персонаж не умеет никакого смысла и не влияет на сюжет. Он был создан для увеличения времени серии. Так что нет никакого смысла искать тут скрытый смысл. Ну что, как вам мои рассуждения? Как обычно, жду ваши отзывы и идеи в комментариях. Надеюсь, вам было интересно и познавательно. Теперь переходим к вашим любимым рубрикам. Рубрика «Хочу попасть в видео». В этот раз вас было больше и мне было приятно. Надеюсь, под этим роликом вас будет намного больше. Переходим к вашим выдуманным персонажам. Прислал Данила Харамоножки. Имя Юра Роуз. Классификация, зараженный вирусом Сниффлза. Вид непонятно. История. Сначала работала в команде ученых по изучению крови Флиппи. Потом она переехала на другую базу, где был Сниффлз. Сниффлз заразил и Юру вирусом, но она сбежала и начала работу над всякими роботами. Творение Юры. Ноженок. Носоящер. Летун. Ее создание. Киуи 56 и У 09. Слабости отсутствует. Сила. Палка плюс. Выносливость хорошая. Интересы. Создание разных полезных вещей. Работа. Механик. В прошлом ученый. Далее. Имя Риф. Тип. Выживший. Ученый. Пол мужской. Одежда халат ученого. Сила средняя. Выносливость слабая. Вещи. Колбы. Противоядие. Аппарат показывающего пульт. Слабые места. Маска против заражения. Сила. Волосы яда. Противоядие. История. Был с учеными на военной базе, когда пришли зараженные его спасти на вертолете, выпив яд и забрав несколько колб в цели спасти всех зараженных. Прислала Дарья. Далее. К нам подъехал Наруто частично. Имя. Обита. Способности. Манипуляция огнем. Распространение амнезии. Способен. Подавлять жертв. Психические, сверхчеловеческие возможности. Перемещение по вселенным. Регенерация. Оружие. Гунбай. Нескладной. Веер сделан из цельного куска священного дерева. Гунбай передается из поколения в поколение клана Учиха. Тип. Зараженный. Примечание. Данный персонаж не относится к событиям амнезии, а в альтернативе населения из аниме Наруто. Описание. Воскрешенный Обита был на задании по добыче информации. После он встретил странное существо, подойдя поближе. Это существо посмотрело ему в глаза. Тем самым заразив из особых глаз, он не потерял контроль и теперь борется с зараженными. Прислал Богдан Горюнов. Ну что, ребятушки. На этом будем заканчивать. Не забывайте, что у меня еще есть группа ВКонтакте, в которую тоже надо подписаться. Естественно, не забывайте подписываться, ставьте лайки, комментарии, бейте в колокол. А я, ребятушки, с вами прощаюсь. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok